здравствуйте уважаемые дамы и господа это оказалось непросто если выход на google play занял столько времени и нервов то страшно подумать про apple и steam но обо всем по порядку как вы знаете в далеком прошлом году меня посетила мысль прежде чем выходить на рынок серьезным проектом таким как хруст снега нужно сперва отработать это все на мышах нащупать подводные камни наделать ошибок чтобы дальнейшем их совершить по минимуму и вроде идея правильная так до сих пор думаю конечно не стоило делать совершенно левые игры за это я себя уже побил головой об стену многие из вас знают что параллельно ведется разработка над игрой пак но к моему большому сожалению эта игра внезапно для меня стала весьма перспективной и кайфовой чтобы стать той самой экспериментальной мышкой поэтому с начала этого года не в режиме full time конечно я занялся другой игры уже 3 и прежде чем вы начнете плевать монитор скажу что она уже лежит вполне себе законченной на гугл play и ждет когда вы ее скачаете называется она самый рух и она про одного глупого молодого человека которого лета так 14 18 растили родители а ему вдруг захотелось прокатиться на крыше вагона метро а что из этого вышло вы сами можете проверить если вдруг захочется более подробно послушать про то как игра рождалась как она работает то пишите в комментариях я запилю еще одно видео ну а тема сегодняшнего выпуска выход со своей подделкой на google play рассматриваем игру бесплатную но с рекламой благодаря которой нам по идее будет что есть поехали и так первая игра сделана даже есть а пока что дальше идем на google play и опускаемся в самый низ и страницы там серым по белому написано для разработчиков жмем затем видим в правом углу девелопер консоль жмем оказываемся на соглашении разработчика я не стал регистрироваться под уже имеющимся аккаунтом опасаясь потерять свой youtube канал и зарегистрировал новый к нему заодно дается еще один youtube канал на которой теперь размещаю всякие рекламные видео для того же google play чтобы не загаживать свой основной канал но не суть дальше нужно заплатить 25 баксов и вроде это значение не меняется годами ждать пока платеж пройдет не пришлось google заботливо меня впустил в консоли разработчика сразу же и открыл мне свой мир бескрайних букв возможностей настроек условий и всего-всего чем можно разбираться месяцами но у меня горели трубы я считал только когда заставляли в остальном пытался продвигаться вперед сквозь рой латиницы в перемешку с кириллицей закрывая глаза руками целом спустя неделю плотного ковыряния консоли вы уже начнете себя более менее уверенно чувствовать понимать что где и за что отвечает но пройдусь по паре основных моментов в консоль можно пригласить разработчика с которым вы возможно игру делаете это очень удобно нужно только указать мыло что google отправил соответствующее приглашение есть множество разрешений для подобных приглашений не к счастью с этой игрой согласился помочь артур тот самый который представлял в прошлом видео за что ему огромное спасибо сам бы я вряд ли справился вот ему то я и дал доступ консоль короче спасибо в углу за такую штуковину немаловажная часть вы можете загружать ваш а пока перед финальной публикацией в режиме альфа и бета тестирования рассылать также соответствующих приглашение тестировщиком и проверять игру на работоспособность прежде чем опубликовать также совсем свежая функция который еще не воспользовался клод тест лап по идее при ее активации и размещении а пока в альфа и бета тест ваше приложение будет тестироваться в клод тест лап как там написано на самых популярных смартфонах и планшетах android соответствующими отчетами и скриншотами и чтоб я не выглядел как pr-менеджер гугла при том что для меня основным поисковиком всю жизнь был яндекс приступим самому важному оформлению и публикации игры при оформлении игры в консоли ваш проект будет иметь статус проект после успешной публикации опубликовано вообще же статусов много и о них можно узнать справки в консоли разработчика достаточно подробно там все написано к примеру очень полезно сперва там все вычитать по оформлению проекта разрешение иконок скринов прежде чем грузить благо большая часть важной информации переведена на русский для меня это особенно хорошо так как с английским я как обезьяна понимать что говорят понимаю ответить не могу пойдем по порядку локализация язык на котором будет ваше приложение сабвей руфер игра до более примитивная там практически нет никаких слов я старался все изобразить картинками понимая что в противном случае обрекая себя на дополнительные проблемы с локализацией чем мне вообще не хотелось но тем не менее описание в одну строчку я перевел на 10 языков при помощи google переводчика и был этим фактом очень горд далее нужно загрузить пару скринов из игры для телефона планшета android tv и android в я загрузил для первых двух теперь самое важное иконка вашего приложения первое что видит потенциальный игрок поэтому в нее нужно вложиться у меня получилось что получилось у вас должно быть лучшее разрешение 512 на 512 альфа каналом на который у меня работают фаски по краям затем пару значков в другом аспекте для прочих разных целей например на странице игры один из таких значков будет висеть самом верху фоном а значит это скорее всего второе что увидит игрок в вашей игре а значит это тоже очень важно далее промо ролик если он есть хорошо но это не обязательно можно не делать но я сделал далее нужно выбрать что у вас за тип приложения и определиться с возрастными ограничениями и пройти тест чтобы получить более продвинутый возрастной сертификат я честно ответил на все вопросы и мне дали плюс 3 хотя я бы все же дал плюс 10 как минимум в этом всем меня напрягает только одно чтоб не показывалась реклама которую дети убедить нежелательно перед тем как скомпилировать свою финальную apk жку не забудьте подписать и есть статьи как это сделать и не только в unity это важно в качестве доказательства что именно вы автор приложения также ваш бандл айди везде должен совпадать у меня сперва различался о чем мне google вежливо сообщил в письме после того как вы загрузите apk рабочей версии вашему приложению будет дана версия 1.0 после последующих обновлений версия будет меняться наконец напротив четырех пунктов файлы apk данные для google play возрастные ограничения цены и распространения стоит зеленая галочка а значит приложение или нашу игру можно опубликовать после публикации ваше приложение еще какое-то время будет проверяться гуглом это может занять несколько часов а затем все последующие изменения будут вступать в силу также через несколько часов все вышесказанное относилось к бесплатному и без рекламного приложения но что если мы живем в капиталистическом жестоком мире где любая работа должна приносить автору как минимум десяток пачек доширака чтобы были силы еще задержаться в этом мире и поработать ведь в работе все наше счастье и услады так вот в этом нам поможет адмоб гугловский сервис помогающий вам зарабатывать на рекламе внутри вашего приложения прежде всего нужно там зарегистрироваться и связать адмоб с консолью разработчика там же вам будет дан sdk которым кучу скриптов на сешарпе в том числе для unity раньше вроде давался префав совсем необходимым но то раньше самом адмобе во вполне ручном и понятном режиме вы можете создать именно те виды рекламы которые вам подойдут в моем случае это мелкий баннер сверху и какая-нибудь видеореклама между игровыми подходами частота показов и обновлений выставляется там же я везде поставил показывать не больше раза в две минуты и все так и было пока я начитавшись форумов и отзывов не решил воспользоваться услугами еще и ападила работает он связки с адмобом и после подключения кроме двух баннеров адмоба у меня появилось еще 29 ападиловский я пока не буду много об этом говорить так не до конца разобрался но все работает и ладно я даже заработал сам себе два рубля надеюсь меня за это не забанят у ападила тоже есть sdk сам сайт на русском все очень понятно и дружелюбно что меня очень порадовало так как еще одного адмоба и google консоли я бы не перенес какое-то время у вас в адмобе будет висеть восклицательный знак напротив подключенных рекламных кампаний вам нужно будет привязать рекламу к вашему приложению но когда вы будете писать название то он будет говорить что нет такого приложения там игры ничего нет дело в том что адмобу нужно до двух суток что проиндексировать появление вашей игры в google play спустя сутки я сумел привязать адмобовскую рекламу к своей игре а а вот ападиловская по-прежнему со значком но при этом пишет что приложение добавлено я решил забить пока на это в любом случае подсчет показов уже работает и если возникнут какие-то новые проблемы то будем решать по мере их поступления вот к примеру я сейчас пытаюсь решить следующую проблему после публикации приложения она больше не попадает в раздел новые или топ новых как раньше скажу совсем откровенно ваша первая игра не попадает никуда и найти ее можете только вы по прямой ссылке или после ввода точного названия к примеру если я напишу самый то мне выдадутся сотни приложений которые имеют хоть какое-то отношение к метро но моего там не будет его никто никогда не найдет и не скачает так как теперь после публикации вашего приложения google дает вам 30 дней на то чтобы переодеться в pr-менеджеры и заняться рекламой и продвижением вашего детища в идеале вашу игру должны скачать как минимум 300 человек в течение суток чтобы получить возможность хоть как-то выбраться из той беспросветной канала в которой вы находитесь и надо сказать что на этом даже зарабатывают называется мотивированные установки то есть ты как автор должен заплатить какой-то конторе чтобы они обеспечивали тебе ровно столько установок сколько тебе по карман честно сказать создание игр а теперь их продвижение становится все интереснее и веселее в дороге не придется скучать как бы то ни было я не стану прибегать к подобным уловкам и не только потому что я грёбаный нищеброд а просто это как-то не честно что ли понимаю что в наше время звучит странно будем закругляться это первое видео подобной тематики я не стал углубляться слишком детали на ютубе в том числе русскоязычном есть видео других ребят которые все рассказывают достаточно подробно пошагово к чему повторяться но в целом я старался охватить все основные моменты через которые мне пришлось пройти и споткнуться в этом первом опыте сейчас пока говорить конечно очень рада но где-то через месяц я постараюсь подвести итоги что сработало как надо что не сработало а я думал что работало сколько дошираков принесла эта реклама так как все-таки сытый лосфрейм делает хруст снега а голодный лосфрейм делают всякую хрень собачьи также я понял одну забавную вещь если ваше приложение бесплатное и весь заработок только с рекламы то неважно откуда его будут качать хоть с торрента есть также площадки типа get jar где вообще все бесплатные количество установок за 2 миллиарда также amazon и так далее будем пробовать так что в данном случае на google play свет клином не сошелся но все же и игнорировать его нельзя ежели кто захочет чтоб через месяц вышел более оптимистичный выпуск по результатам публикации данной игры то просто скачайте и поиграйте но не больше пяти минут так как после пяти минут вы уже не захотите оставить положительный комментарий соответствующую оценку и не советую играть на свайпах выбирайте обычное управление со свайпами я больше не буду связываться и не переживайте что ваш девайс может не потянуть потянет все оптимизировано под завязочку но ежели вы хотите чтоб через месяц вышел весьма пессимистичный выпуск то просто-напросто не качайте и не играйте а с вами как всегда на этом славненьком канальчике посвященном разработки игр был игорь он же lost frame ставьте лайки дизлайки чтоб я понял насколько эта тема зашла и даже на канал можете подписаться до новых встреч а